Можно смотреть все в деталях с настоящим разрешением Full HD и понять, что у вас в поселке происходит. Смотрите. О-о-о! Перезагружаете камеру через кнопочку. Все, давайте, поехали! Друзья, я от всей души приветствую вас на нашем строительном канале. Канале самостройщиков. Строим дом своими руками. Сразу же хочу сказать, что в самое ближайшее время мы начнем с вами про... Мы начнем продолжать. Мы продолжим с вами наши работы на стройке. Прям вот буквально. Следующий видос уже будет такой прям хороший, интересный, приятный. И вам он всем очень сильно понравится. Но сегодня карантин. И заодно, в то же время, мне пришла отличная посылка, которую я вам хочу сегодня показать. Потому что мне нужно сделать на нее отзыв на сайте. Было бы глупо, если бы я открыл, сделал отзыв и не показал бы это вам. Еще один момент, почему очень многим нашим зрителям помогли мои предыдущие видео. Можете посмотреть по ссылке. Покупкой таких же камер себе на стройку. Я просто знаю людей, которым я реально посоветовал. Они взяли, и им это очень помогло. Я сделаю это нещадно. Здесь у меня две камеры. Все, на родимую стройку. Так, ну будем надеяться, что вам это очень хорошо видно. Ооо, вот так у нас доставляют. Сейчас посмотрим. Все. Больше ничего. Так, ну и давайте с самой ломаной начнем. А какие они малышки-то, а? О, ничего себе. По сравнению с моей Керуи, смотрите, вот эта Керуи, та, которая была в комплекте, вот в том видосе. Помните, вот в этом. А это вот такие они идут установочные. Ну ладно. Хорошо. Что еще в комплекте? Оп. Зарядник, установочные винты, инструкция какая-то. Что я сразу заметил, и что мне не очень понравилось. Камеру я покупал фирмы Керуи. Она вот нареписована. Керуи. Мне же пришла какая-то FUERS. FUERS какой-то. Ну ладно. Допустим, ладно. Это не страшно. Идем дальше. Подключаем. Длинный провод, кстати. Это, наверное, хорошо. Сейчас я его воткну. Вот так. Сразу брал флешку на 32 гига. Вот так. Оп. И она установлена. Так, кнопка RESERVE. Может быть, надо ее нажать, для того, чтобы перезагрузить камеру. Ну честно, как-то она заляпана вся, блин. Она, наверное, просто ехала, когда в коробке. Она об нее часто долбилась, видимо. Ну, качество сборки, скажу. Да, нормальная. В принципе, такая же, как Керуи, наверное. Я бы не сказал, что она чем-то лучше или хуже. Так, давайте пока вторую откроем, пока у меня приложение устанавливается. Такое же все. В комплекте флешку вижу. Тоже все заляпано. Вот у этого больше шатается все. Здесь все то же самое. Зарядное. Провод. И установочные винты. Создать новую учетную запись. Согласен. Электронная почта, допустим. Так, код подтверждения. Сейчас я его введу. И все, будем продолжать. Так, пароль должен содержать. 620 цифр, включая буквы. Угу. Добавляем устройство. А, прикольно. Это программа, она для того, чтобы к ней розетки подцеплять и так далее. Но нам нужно видеонаблюдение. Переходим в раздел видеонаблюдения. Включаем смарт-камера, наверное, да? Сначала перезагрузите устройство. Хорошо. Для того, чтобы перезагрузить, у нас есть специальные палочки. Эти специальные, вот они, штучки. Давайте. Все, перезагрузил. Следующий шаг. Для выполнения поиска ближайших устройств предоставьте разрешение доступу информации. Все, окей. Это у меня есть, разрешено. Пошли дальше. Ребят, на самом деле все очень просто. Смотрите. Мы выбираем с вами камеру с подсветкой. Перезагружаем наше устройство. Все, перезагрузил. Следующий шаг. Мы вводим пароль. Секундочку. Все, подтверждаем. И теперь нам нужно просто показать этой камере QR-код. Камера старт. Да, все, я услышал звуковой сигнал. И камера определила, что все в порядке. И она у нас сейчас, вот проценты идут. Она подключается. И на самом деле разберется даже ребенок. Я упростил задачу для вас. В принципе, все необходимое есть в этой инструкции. Ой, что-то она рассказывает. Но можно и без нее все понять, посмотрев один раз мой видос. По деньгам обе камеры мне вышли в 34 доллара по старому курсу. Не знаю, какой курс сегодня. Мне он был в 62 рубля, по-моему. Ну, где-то тысяча с чем-то. Тысяча с копейками каждая камера. Ну, потому что я еще покупал с флешками. Поэтому у меня вышло там, ну, может, 1200 за камеру. Вот. Сейчас она, может быть, стоит где-то. Ну, опять же, надо смотреть. Внизу под видео я вам ссылочку оставлю. Поэтому посмотрите. Зарядники на... 2 ампера, кстати. Очень хорошие зарядники. Можно с них заряжать телефон сотовый. Хочу очень поблагодарить вас за ту помощь, которую вы оказываете каналу. За ваши лайки, подписки, за ваши комментарии. Вы очень сильно помогаете мне в развитии моего строительного дела. Спасибо вам большое, друзья. Мне это очень приятно. Чуть-то долго соединяется, честно говоря. Они что-то обе моргают. Хотя я, по идее, одной показывал QR-код. А может, вторая тоже его увидела. Но это мы с вами сейчас поймем. Вот эта Керуи мне очень нравится, честно говоря. Она здорово снимает. Хорошая подсветка. Я думаю, что те камеры, конечно, будут послабее. Это мне прям нравится. Кстати, у нее есть свой отдельный вход для линии. Это дает возможность 100% хорошей связи, если вам необходимо по проводу. На этих такого нет. То есть, эти работают только от роутера. Она подключилась. Завершить. Yes. Одна камера у нас есть. Сейчас мы вторую по тому же самому принципу подключим. Единственное, что мне не нравится, что она подключена в отдельное приложение. Я сейчас все-таки попробую запилить ее в приложение UC. Если у меня получится. Так. Вот мы ее кликаем теперь. И она нам... Смотрите. Все здорово. Она показывает меня и в качество. Кстати, мне очень даже нравится. Оно хорошее. Посмотрите. Не знаю, может быть, он вам отсвечивает. Ну, небольшие есть притормаживания. То есть, смотрите, вот я там рукой сейчас остановил. То есть, есть какие-то доли миллисекунд. Вот рука у меня спокойная. А сейчас я ей помотаю. Ну, буквально где-то полторы секунды задержка есть. Но это не страшно. Должен сказать еще один момент. Это не реклама. Сразу говорю. Я даже не знаю, как эта штука работает. Просто мне прислали ссылку. Типа, поделись ею. И твой друг получит 800 рублей. А я получу 470 в случае заказа следующей посылки. Поэтому я не знаю, как это работает. Я эту ссылку сделаю под видосом. А вы уже сами решайте. Хотите по ней переходите. Хотите не переходите. Наверное, это как-то полезно. Ну, не знаю. Вот эта Керуи у меня поедет на стройку жить. А эти две останутся в квартире. Потому что Керуи роутера в доме мне не хватит. А для этих камер мне хватит роутера. Итак, подведу вам небольшое резюме, как подключать эту камеру. Все просто. Скачиваете по QR-коду приложение. Устанавливаете его. Создаете учетную запись. То есть, вводите... Подожди. Вводите свою почту, пароль. Выбираете смарт-камеру в этом приложении. Вводите логин и пароль вашей Wi-Fi сети. Или просто находите ее через приложение. Перезагружаете камеру через кнопочку. И последнее, что вам остается, это показать камере QR-код, который будет на экране вашего смартфона. Все. Камера подключилась. Вам останется только ввести название комнаты или того места, которое будет она охранять. Так, друзья. Теперь очень коротко о основных функциях камеры. Все понятно. Название камеры понятно. То есть, это то место, где она будет охранять. Дальше. Общий доступ к устройствам. Это если вы хотите подключить сюда еще ваших знакомых, друзей и близких, кто живет в вашем доме. Информация об устройстве. Ну, здесь рассказывается IP-адрес, ID-устройство. Часовой пояс. Использовать дополнительно умный дом. В нашем случае это не нужно. Основной набор функций. То есть, индикатор состояния, горит ли, нет. Перевернить экран. В моем случае, наверное, камеры будут все-таки стоять так на полочке, переворачивать не буду. Водяной знак времени. Чтобы он горел у вас уже на записи. Аудиорежим. Одностороннее аудио. То есть, можно двухстороннее аудио поставить. Как вам угодно. Это совершенно без проблем. Функция инфракрасного ночного видения. Автоматически. Для того, чтобы, когда выключается свет, камера сама начинала снимать в темноте. Настройки CD-карты. То есть, в ней установлена карта на 32 гигабайта. Использована у нее 200 метров. Оставшаяся емкость 29,9. Переключить запись на SD-карту. Это я сделал для того, чтобы она писала на карточку. Запись событий или непрерывная запись. Непрерывная запись это у вас будет как видеорегистратор. То есть, она будет снимать у вас все подряд. Потом просто удалять. Кстати, наверное, было бы правильно поставить так. То есть, вы сможете смотреть все события. Либо запись событий это только движение в картинке. Можно и так сделать. Так, форматировать карту памяти мне не нужно. Она у меня уже отформатирована. Опции приобрести. Но это дополнительные всякие ништячки, которые вам, наверное, не очень нужны. Это облачное хранилище. Ну, это для тех, кто хочет сохранить максимальную информацию в случае, если SD-карту кто-нибудь вытащит. Ну, и так далее. Информация о прошивке. Ну, собственно, все. И теперь мы можем посмотреть зал. Что у нас происходит в зале. И можем посмотреть отдельно кухню. Очень коротко расскажу о необходимых характеристиках этих маленьких мини-камер. Они являются беспроводными домашними камерами безопасности. Предназначены для внутреннего наблюдения, так как не имеют защитных кожухов. Работают в режиме ночного видения. Устройство принимает 2-мегапиксельные HD-объективы. Запись видео 1080p. Через которые можно смотреть все в деталях с настоящим разрешением Full HD. С помощью этого параметра мы можем получить более четкие изображения. Ночное видение очень хорошо проявляет себя при плохом освещении. Камера может работать как радионяня, так и просто в режиме видеорегистратора. Имеет поддержку панорамирования, наклонного зума, 350 горизонтальный и 120 градусный диапазон вертикального вращения. Создает полное покрытие 360. Поддержка карт до 128 гигабайт. Слот для карты позволяет вставлять мини-карту SD объемом до 128 мегабайт. Что означает, что вы можете сохранять изображение и видео для более позднего просмотра. Между тем, большая память позволяет записывать все, что вы хотите, не пропуская ни одной минуты. Алгоритм камеры держит вас в безопасности на передней линии. Точное обнаружение движения это знак безопасности камеры. Любые незначительные движения точно улавливаются и немедленно оповещают вас, если вы поставите необходимую галочку в настройках. Я лично ее убрал, чтобы мне постоянно не мельтешили эти приходящие сообщения. Вы можете использовать одно приложение для управления мультикамерой, чтобы они работали вместе. Достичь полного покрытия пространства, поставив там 3, 4, 5 камер и все будет работать от одного приложения. Камеры имеют эффект двустороннего аудиопрослушивания, то есть через них можно очень легко разговаривать с собеседником. Итак, друзья, я рекомендую к покупке эти замечательные камеры. Я никому не навязываю рекламу, тем более какая реклама, если мне пришла даже не та фирма. Но мне они понравились. Качество передачи очень даже неплохое для цифровых камер. И я хочу показать вам цену, за которую мне они пришли. Так, ну вот вверху в принципе видно. Я приобрел две камеры по 19 баксов. Знаете, что обидно было? Первый раз мне их очень долго отправляли, и я написал продавцу, что мне это не устраивает. Там в течение месяца мне не могли их отправить, но это, наверное, из-за начала вот этого вируса. На что мне продавец дал 2 доллара скидки. Но тем не менее я все-таки отказался от их покупки и понял, что какой-то развод. Поискал еще, не нашел ничего хорошего и заказал их снова. И мне они уже пришли по 19 долларов, и этот купончик на 2 бакса мне не сработал. Но тем не менее 19 долларов для такой камеры, это в районе 1200 рублей, я считаю, очень даже неплохо. Я сейчас с полной уверенностью могу дать оценку этому продавцу. Мне все понравилось, я дам ему 5 баллов. Хотя он меня немножко обманул, вот так сфотографирую их. Обманул в чем? Что камеры пришли не фирмы Керуи. Хотя мне обещали Керуи, а пришла какая-то фойерс, ферс, ферс какая-то камера. И она не подключается к UC, но я уже в голове себе попридумывал, как это все переиграть. И в общем, короче, нормально. Да, нормально. Не буду никаких писать плохих отзывов, поставлю все пятерочки. И напишу здесь в отзывах, что меня все устроило. Заходите на канал «Строем дом своими руками» и смотрите отзыв об этой камере. Я думаю, кто-нибудь пройдет, и у нас появятся новые зрители из числа китайских друзей. Короче, эти инбоксинги всякие, это не мой режим, мне это не очень нравится. Я хочу вам рассказывать о своей стройке и показывать вам все в деталях. Но, как еще раз должен уточнить момент, что очень много комментариев приходит от зрителей о том, что ту или иную стройку обворовали и не могут найти теперь концы. Благодаря вот таким игрушкам, которые можно где-то спрятать, я думаю, что можно будет найти потом какие-то возможности хотя бы остановить это нехорошее дело. И я советую все-таки хотя бы одну-две камеры иметь на стройке на такой случай. Просто замаскируйте как-нибудь в уголочке, и пусть она снимает спокойно себе в режиме видеорегистратора. Но вы будете спокойны в том, что человек, который вдруг вам нечаянный гость зашел на стройку, вы сможете его потом найти и сказать ему, что вдруг так делать нехорошо. Чем потом переживать? Я помню, когда меня обворовали, вот в этом видосе я рассказывал про то, как это произошло. Я помню, что первые несколько дней, ну то есть в этот момент, когда это произошло, это была такая обида вообще, что это случилось. И ну я же никому плохо не сделал, почему так? В общем, было грустно. И самое что поганое во всей ситуации, что ты не знаешь вообще на кого смотреть, о ком думать, кто это. Ну по ботинкам было понятно, что это молодежь, что это возраст там 10-12 лет, а по жизни ты ну не понимаешь. А так благодаря камере есть лицо, есть хотя бы очертания, можно пройтись там по школам, по клубам там и понять, что у вас в поселке происходит и найти этого человека. Хотя бы просто то, что еще не продал, забрать свое. Да, не будем думать о грустном, поэтому ставьте, вещь хорошая. А моя вот эта ссылочка в описании вам может быть как-то поможет. Я говорю, она мне сегодня утром пришла, я даже не знаю, как она работает. Я думаю, это какая-то типа реферальной ссылки. То есть мне она тоже даст какие-то монеты, ну и вам она поможет на целых 800 рублей. Не знаю, как это работает, но думаю, это работает. Поэтому переходите. А мы с вами сейчас едем на стройку и... Нет, я не буду спойлерить, но следующий видос для вас он будет уже полноценный, интересный, строительный. Я вас уверяю, и вам он понравится, и многим он будет полезен. Так что до скорых встреч, пока. Пока.